Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Это один из главных тезисов сегодняшнего разговора президента с сотрудниками Генеральной прокуратуры. Коллективу представили нового руководителя, им стал напомнить Андрей Швет, ранее возглавлявший Госкомитет судебных экспертиз. Новое назначение такого уровня, это как водится и новая задача, при этом существенных замечаний к работе Генпрокуратуры нет. Но последние события показали, что ведомство, по мнению Александра Лукашенко, недостаточно активно. От прокуратуры, как от главного надзорного органа, зависит многое. Накануне только соблюдение законности в стране, но и суверенитет. Все это требует эффективных решений. Игорь Тур продолжит. Если знать, о чем дальше пойдет разговор с прокурорами, этот момент в дебюте визита стоило бы считать символичным. А символизм в том, что Генеральная прокуратура под зонтом защиты президента. Правда, купол безопасности сложен и многогранен. С одной стороны, есть доверие, с другой – требование. В том числе к новому руководителю Андрею Швет. Здесь Александр Лукашенко повторяет слова со вчерашней встречи во дворце. Прошел путь от помощника прокурора до заместителя генерального. Работал в госсекретариате Совбеза. Участвовал в создании и Следственного комитета, и Комитета судэкспертиз. То есть чиновник новой передовой генерации. Но и про экс-генпрокурора президент говорит. Александр Конюк – человек надежный. Желает поработать на дипломатической службе. Возражений нет, особенно с учетом афганской страницы его биографии. Тот, кто побывал там, в те времена плохим человеком быть не может. И когда риторика главы государства вроде как вышла на плато благодарности, Александр Лукашенко делает разворот. Сегодня, скажем так, в Минске непростой период, острый период, который переживаем мы. Ну, наверное, впервые в истории нашего государства. Ну, по крайней мере, последних 10 лет. 10 лет – это точно. Хотя многие со мной не согласны. Они вспоминают середину 90-х, говорят, то ли еще было. Многие из вас помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки-десятки тысяч выходили люди на улицы. Но тогда было как-то понятно. Кушать нечего было. И детей кормить было нечем. Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны, может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, и я этого всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно. И который характерен для нашей страны – это просто имидж Беларуси. При этом именно от прокуратуры, как и от в целом всех силовых ведомств, президент требует не только общего надзора за законностью, но и решения конкретных проблем. После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в Минске в хорошие деньги, вы знаете, что остается? И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал и никто не заплатил. А платить надо, чтобы люди понимали, если ты нагадил, если ты что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет. Вы знаете, что как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих телеграм-каналов. Десятники, сотники, тысячники, цитирую, организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки на предприятиях по 3-5 человек, а где-то по 10 на крупных предприятиях были созданы до президентских выборов. Мы жили спокойно, в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. А нет. И сегодня они повылазили. Должны быть предупредительно профилактические мероприятия. И они должны зависеть от остроты ситуации. Ситуация острее, ваши действия также должны быть острыми. И традиционно Александр Лукашенко призвал прокуратуру обратить внимание на тех, кого точно не должно быть на любых митингах. Взрослые стали как-то чаще решать за детей. И это порой выходит за рамки разумного. Про детей я еще раз хочу подчеркнуть и не хочу долго говорить. У каждого из вас практически есть дети. Это ненормально, когда с колясками и с маленечкими детками таскаются по улицам. Не дай бог, какая-то провокация и будет как в этом переходе. Я это помню и знаю, чего мне это стоило. При этом, добавляет президент, вопрос ведь не в том, будет у власти Александра Лукашенко или кто-то другой. Суть в другом, будет ли вообще государство. И всякие там координационные советы, другие организации, и Конституционный суд, и Генеральный прокурор в свое время дали оценку этим координационным советам. Вы должны предпринимать более мощное, острое мере реагирования, прокурорского реагирования на подобные действия. Цель одна координационного совета – оседлать все протестное и оппозиционное движение. И стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. В связи с этим о статусе прокурора. Мы об этом с Андреем Ивановичем говорили. Этот статус будет зависеть от вас. Поэтому я бы сказал, чтобы до Нового года были внесены соответствующие предложения о повышении статуса прокурора. Призывая прокуроров к более острым мерам реагирования, нашелся у Александра Лукашенко и яркий пример – личный. В нем читается что-то из известного диалога Жеглова и Шарапова. Оправдывает ли верная цель средство, которое, возможно, не всем по душе. Просто хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Наверное, я поэтому и приехал сюда, чтобы вам это сказать. Меня часто упрекают в том, что власть он не отдаст. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже, обладатели этой власти, носители, если хотите ее. Особенно тот, кто учил когда-то марсизм и Ленина. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи. Об нее вытирали ноги. Равно как и о вас, тех, кто носил погоны. Не только о вас. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто вот так вот кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет. Сделаю я это с вами или без вас, вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну? Вставайте. Не хотите – не предавайте. И второе. Слушайте, если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Рано или поздно эту власть возьмут другие. Но возьмут по закону. Не под давлением улицы. Поэтому вы образованные люди. И вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда недозаконов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова. У нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее. И стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что и не только у меня, но и у вас есть дети. И вот я смотрю, половина этого зала совсем молодые люди. Это вам еще жить в этой стране и в Новой Беларуси. Строить новую Беларусь помогут прокуроры. Их надзор по учебнику – это выявление, устранение и предупреждение нарушений закона. С первыми двумя задачами ведомство справляется. Возможно, есть вопросы к превентивным мерам. Генпрокурор обещает, он и новый коллектив готовы не только включиться, но и включить тех, кто должен был это сделать самостоятельно. Прокуроры четко обозначили те вопросы, которые сегодня на злобе дня. Примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие, чтобы люди шли на работу, в детские сады, в школы, никого не боясь и ничего не боясь. Нам некого и нечего бояться. И еще деталь. Перед общением с журналистами по итогам разговора с президентом Андрей Швец сменил китель на пиджак. Так гражданским привычнее. Тезисы генпрокурора при этом менее четкими и строгими не стали. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами, все государственные органы, все должностные лица, единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок. Результатов этой работы от прокуратуры ждут в кратчайшие сроки. Им, впрочем, к такому не привыкать. Игорь Тур, Сергей Янковский, Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ. На минувшей неделе Беларусь и Россия на высоком уровне подтвердили стремление к развитию сотрудничества. У Александра Лукашенко и сегодня был повод отметить, что страны значительно продвинулись в решении накопившихся некогда проблем. Минска и Москва не понижают в планку взаимодействия. В сентябре у президента в двух стран намечены по меньшей мере две встречи. Об этом в том числе и сегодня глава государства говорил с российским послом. Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев обсудили итоги недавних переговоров с правительством России, а также подготовку предстоящего визита главы государства в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Еще одна важная тема в формате двустороннего сотрудничества форум регионов Беларуси и России. В конце сентября его примет Минск и Минская область. Мы все живем по собственству России и наша страна в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись последние буквально дни, может быть пару недель в развязывании тех проблем, решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена. И вот форум регионов, это также будет такой экономический этап, трамплин для сближения наших позиций по ряду вопросов в экономической сфере. Это же не просто мы собрались, там присутствуют будут представители регионов России и Беларуси, что-то показали, сами показались и на этом все. Нет, я считаю, что это будет очень такой сильный шаг в реализации этих договоренностей, уже конкретных договоренностей на уровне предприятий. Готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. И получается, что Минск подхватывает сейчас эстафету Петербурга, года ушедшего, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашение ради людей, ради предприятий, ради бизнес-объединений, агрогородков на 500 миллионов долларов. Это ведь не абстрактная цифра, это конкретно дополнительный объем товарооборота, расширение рынков поставок, российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах. Александр Лукашенко также поблагодарил посла за работу и отметил, что за месяцы в Беларуси он сделал больше, чем его предшественники за годы. Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, воспользовался случаем, поздравил президента с недавним днем рождения и преподнес в подарок книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр фоксимельного издания 1866 года. Еще одно подтверждение историзма, справедливости и границ Беларуси. Спасибо. В том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому. Спасибо. Сделать все, чтобы экономика страны работала, призвала коллективы предприятий спикер Совета Республики. Сегодня Наталья Качанова посетила Гродно. Побывала на предприятии «Молочный мир». Это один из лидеров нашей молочной отрасли. Производство уникальное, работает уже больше 80 лет. Здесь гордятся. Не закрывались даже в войну. Тем более, не было причин останавливать конвейер сейчас. В сутки перерабатывают до полутора тысяч тонн молока. Выпускают около 300 видов продукции. От сметаны до сыра с трюфелем. Почти две трети экспортируют. География широкая, но основные, самые крупные рынки, традиционно, Россия и Китай. В непростой период. Планы здесь нарушать не стали. Установили новую линию, продукцию с которой с повышенными сроками годности можно будет отправлять в страны дальней дуги. Взаимопонимание мы находили со всеми. Просто у нас всегда индивидуальный подход к каждому покупателю, к каждому партнеру. Обратную связь мы с ними держали, с каждым разговаривали. И я думаю, что проблем ни у них, ни у нас не было. Реализация у нас осуществляется постоянно. Складские остатки небольшие. Я думаю, они рабочие. Каждые наши действия должны быть оценены. Потому что ничего не проходит бесследно. И мы должны понимать, что за любыми высказываниями или решениями, которые принимаются, стоят люди, стоят экономика нашей страны и в целом жизнь нашей страны. Поэтому мы должны делать все, чтобы сегодня работали предприятия, чтобы работала экономика. Это основа всего того, что есть в нашей стране. Также Наталья Качанова встретилась с депутатским корпусом области. Обсудили проблемы, с которыми чаще всего обращаются люди и пути их решения. Один из главных – квартирный вопрос в стране решается довольно успешно. В этом году в Беларуси построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Почти половина для нуждающихся. Темпы в строительстве не сбавляют уже не первый год. В итоге Беларусь уверена на втором месте среди стран СНГ по обеспеченности жильем. И это не только о количестве, но и о качестве. Влада Корницкая. Спрос и предложения. Давайте, давайте. Вперед. Веселее. Еще чуть-чуть, и мы в своей квартире. Последний этаж. Пешком на 10 этаж. Для семьи Конок это только в радость. На пути к собственной просторной квартире готовы считать каждую ступеньку. Ведь к мечте шли годы. И пусть лифты пока не работают, до заселения остаются считанные месяцы. Уже успели пожить с родителями и самостоятельно в съемной квартире. Но когда родился второй ребенок, приняли решение расширяться. Выбирали долго, в принципе. Вопрос стоял в том, чтобы это был монолитный дом. Это было принципиально важно для супруга. Качественный. Последний этаж нас интересовал. Ну и в принципе мы придерживались этого района, потому что здесь выросла я, рядышком родители, много друзей. Хорошая инфраструктура, все удобства для деток рядышком. Очереди решили не ждать. Квартиру строили за собственные деньги. Принципиально без отделки, чтобы и перепланировку сделать, и все детские мечты осуществить. Тут будет стоять моя кровать, а тут будет стоять мой письменный стол. Тут будут стоять мои игрушки, приходить мои подружки. Планировка, метраж, расположение. Квартира, что называется под себя, сегодня реальность. Причем как на рынке коммерческого жилья, так и социального. Это столичный микрорайон Лошадца-9. Первую очередь строительства здесь завершили в 2017 году. Всего 12 домов. Тогда спросом пользовались квартиры с большим метражом, когда однушка более 40 квадратов, двушка более 70. Уже вторая очередь, те дома, которые строят сейчас, отличаются. Начали строить застройщики малогабаритные квартиры, маленьких площадей, квартиры студии, совмещать общую комнату с кухней. Связано, наверное, со многим. Это и коммунальные платежи, это и, возможно, что людям не надо столько площади лишней. Хотя застройщики и сегодня готовы предложить жилье, что называется, на любой цвет и вкус. На экране сейчас два дома. На первый взгляд абсолютно разные, но по сути одинаковые. Эксперты говорят, серия одна и та же. Просто один строили еще в 2010 году, а второй в этом. Здесь вот-вот будут обживаться новоселы. Подход к дизайну, а как следствие и отделочным материалам, иной. В итоге парковкой для велосипедов, витражными стеклами и симпатичной парадной уже ни у кого не удивишь. Типичность стала не в тренде, как следствие, разительное отличие от привычных глазу тех же хрущевок. Я думаю, что тут облесять не надо, только посмотреть. Это вот дизайнерские решения, это применение более современных материалов, это удобство, если пройдем дальше, увидим по местам общего пользования, колясочное. Сейчас только в Минске возводят 145 многоквартирных домов. В лидерах три района. Самый большой объем строительства в Октябрьском, порядка 700 тысяч квадратных метров. В Центральном 250 тысяч, в Московском 200. Акцент по традиции на социальное жилье. Для нуждающихся, также для многодетных мы сейчас будем начинать проектировать усадебные жилые дома. Это будут одноквартирные, блокированные жилые домики на две семьи. Вот так же они будут расположены в микрорайоне Чижовка. Отдельные входы в эти квартиры с гараж-стоянками внутри дома. Все для удобства, в том числе инфраструктура. Детские сады, школы, поликлиники и в шаговой доступности. О том, что именно нужно району, спрашивают у будущих жильцов. Причем еще на стадии проектирования. Подходы исключительно современные. Как итог, меняются стандарты. К примеру, точечно решили отказаться от подъемников, которые зачастую не используются. Дома двух, трех, пятиэтажные будут сейчас строиться, проектироваться с лифтами. Это подход, который обеспечивает доступ любых категорий граждан к своему жилью. У нас граждане есть и пожилого возраста, инвалиды, к сожалению, тоже есть. Такие мотивы уже вступили в действие, они уже действуют. А еще и к лифту скоро на один лестничный пролет подниматься не придется. Зайти можно будет прямо с улицы. Это, конечно, по желанию заказчика. Такие изменения в требования нормативов сейчас готовят эксперты. В любом случае, главный принцип – все для человека. Влада Корницкая, Сергей Янковский и Ксения Каневцева. Наши новости. Подарок ко дню города сделали жителям столичного микрорайона Лошица. Здесь открыли долгожданный детский сад. Новоселье отметит 230 маленьких минчан. В 12 группах пока тишина, но уже в понедельник здесь зашумит детвора, а для самых маленьких организуют адаптационные занятия. Заглянуть во все помещения от бассейна до компьютерного класса смогли родители. Благоустроенный двор. Здесь качели, горки и городок для изучения правил дорожного движения с резиновым покрытием для безопасной игры. Теперь нам не придется рано вставать. Проснулись, оделись и с улыбкой в садик. Мы счастливы, что здесь такие красивые, оборудованные и современные детские площадки, игровые комплексы. Микрорайон наш новый, социальный. В основном наши родители – это молодые родители, многодетные семьи. И, конечно, спрос был велик. И наше учреждение построилось в рекордные короткие сроки. Это за 9 месяцев. Новый детсад поможет решить проблемы очередности и полностью обеспечить доступность дошкольного образования в Ленинском районе. До конца года только в столице откроют еще три детских сада во Фрунденском и Московском районах. Мы на эту пятилетку планируем уделить особое внимание строительству детских садов, школ, потому что видим, что это очень важно для города, очень важно для жителей. А наша главная задача – создать комфортные условия для наших жителей. Впрочем, такая тенденция не только в столице, но и по всей стране. До конца года откроют еще с десяток учреждений дошкольного образования в Бресской, Гомельской и Могилевской областях. Взгляд на настоящий шаг в будущее. Белорусский статистический комитет опубликовал полные данные переписи населения за 2019 год. В результатах есть несколько особенно интересных моментов, и вот некоторые из них. Итак, в Беларуси живут чуть меньше 9,5 миллионов человек. Женщин, как и 10 лет назад, больше, чем мужчин. Сегодня разница составляет 710 тысяч. Если сравнивать с прошлой переписью, ощутимо больше стало маленьких белорусов. В 2009 году детей с 5 до 9 лет было около 440 тысяч, а в 2019-м свыше 560 тысяч. Каждый пятый белорус сегодня живет в деревне. Сельских жителей около 2 миллионов. Городских ощутимо больше – почти 7 миллионов 300 тысяч. По статистике белорусы активно учатся. Каждый пятый закончил университет. Примерно у стольких же есть диплом о среднем специальном образовании. Много вопросов в анкете было о языке. Так вот, стало больше тех, кто назвал белорусский язык родным. Около 60%. Дома по-белорусски говорят почти 2,5 миллиона человек. Остальные для общения с семьей выбирают русский. Второй – государственный язык. За сильную, процветающую Беларусь и здоровый образ жизни молодежь Бреста выступила по-спортивному. Велопробег по улицам города поддержали профессионалы и велолюбители. Место встречи у Брестской крепости перед стартом ребята как следует размялись. Впереди их ждал протяженный маршрут. Я считаю, что для молодежи город Брест развивается очень хорошо. И те, кто хочет, кто желает развиваться, он это сможет сделать. Потому что у нас созданы все условия. Проехаться, посмотреть, какие у нас прекрасные улицы. Сколько всего построено за вот эти годы. И действительно оценить и еще раз ценить ценить мир, благополучие нашего города и страны в целом. На развитие страны, то есть не на дестабилизацию, а наоборот на развитие, чтобы мы маленькими шажками развивали нашу страну, развивали каждый сам себя. Брест, он ведь говорит впечатление. И очень красивые улицы, очень красивые пейзажи. То есть, ну вот, когда едешь на велосипеде, особенно заметно. Улучшилось качество асфальта на очень многих улицах. У нас, как велосипедистам, это очень важный фактор. Большое количество велосипедных дорожек. Организованные колонны велосипедисты проехали по центральным магистралям, неся с собой флаги страны и родного города. Тысячелетний Брест за последние годы сильно прибавил в развитии и преобразился внешним. Велосипедисты останавливались у знаковых объектов, построенных за последние десятилетия. Новые парки, скверы, путепроводы, спортивные объекты. Длиннее становится сеть велодорожек. Хороший стимул пересесть на экологический транспорт. На финише ребят ждал привал, где они обсудили роль молодежи в развитии страны и родного города. В протестах, которые происходят в Беларуси, нет белорусского духа. Такое мнение высказывают эксперты. А то, что это чужеродное движение поддерживают учителя и женщины, политологи и вовсе называют предосудительным и опасным. То, что сегодня происходит в Беларуси, нас не может не печалить. И я отчетливо вижу, что тут что-то белорусского духа нет. Какой-то присланный, засланный, ломающий наши отношения, прежде всего, с Россией. Какой-то эклектичный, неорганизованный, бессмысленный дух ломкий. Не протеста, а ломкий. Вот надо сломать во что бы то ни стало. И то, что сегодня и учителя, и женщины поддерживают это движение, мне кажется, предосудительным и опасным, опасным с точки зрения морали. Ведь женщины должны думать о своих детях. Какое они готовят им детство, как будущее. Кого только не встретишь на протестах. Выпившие компании, родители с детьми и даже с грудничками, те, кому в принципе делать нечего и пришли развлечься. Засветились в Минске и российские активисты ЛГБТ-сообщества. Впрочем, у белорусов реакция на радужные флаги вполне предсказуемая. С самого начала протестных акций в Белоруссии, помимо бело-красно-белого флага, над митингующими начали развиваться флаги других стран и международных альянсов, в частности, Европейского Союза. С учетом популярности нетрадиционной сексуальной ориентации в европейских странах, а также повышенного внимания Запада к событиям в Белоруссии, появление цветов ЛГБТ-сообщества среди митингующих уже не вызывает никакого удивления. Поскольку ЛГБТ-сообщество поддерживает очень так же протесты. Не все, но многие. И очень круто, что в колонне можно увидеть совершенно разных людей с разными флагами, разными плакатами, и это репрезентация. Так что это круто. Но такая вовлеченность явно не радует местных жителей, которым чужда не только сама нетрадиционная сексуальная ориентация, но и присутствие ее представителей на протестах. Ой, это ужас. Это просто ужас. Не надо такого нам. Мы хотим спокойно жить без всяких геев и проституток. У меня консервативная семья. Я взращен отцом и матерью. Я против гомосексуализма. Мне не нравится то, что здесь радужные флаги на самом деле. Это попахивает, конечно, пропагандой, провокацией. Главное, не поддаваться на провокации и не выделять это явление. Большой вопрос вызывает и присутствие на этих протестах дочери российского актера Михаила Ефремова. Заслуженный артист России только на днях был приговорен к 8 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. И вместо того, чтобы быть сейчас рядом с отцом, который переживает тяжелейший момент своей жизни, юная Анна Мария нелегально пересекает государственную границу в попытке засветиться на протесте в чужой стране. Вообще-то я из России. Я вас уничтожу. Ради того, чтобы попасть на этот митинг, я полулегально пересек границу. Ефремова также вызвалась собирать деньги для протестующих в Беларуси в обмен на ЛГБТ-методичку. Анна Мария не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. А митинги — это отличный способ продвигать подобного рода ценности. Что не так с основными тезисами и лузунгами белорусской оппозиции? Почему подмена понятий? Очевидно, не всем. И что стоит за красивыми словами о любви и светлой стороне протестов? Об этом и не только пойдет речь в программе «Марков. Ничего личного». Гость — политолог Александр Шпаковский. Смотрите сразу после нашего выпуска. А пока продолжим. Жатва «Горячая пора» не только для мужчин. В Оршанском районе сегодня благодарили женщин за ответственный труд на уборочной. Агрономы, полеводы, бригадиры работали в поле наравне с механизаторами. Сегодня у них выходной. Лучшим цветы, премии и караваи. Конечно же, из нового урожая. Оршанский район — лидер на севере страны по урожайности зерновых. Здесь собирает по 42 центнера с гектаром. А общий намолот уже превысил 124 тысячи тонн. Один район дает 12% всего убранного урожая Витебской области. Компания длится уже больше трех недель. И каждый день все на своих рабочих местах. «С этим я не заинтересована. И коллеги тоже, чтобы устраивать какие-то митинги, что у нас творится в стране, как бы никто не заинтересован и даже никто не поддерживает вот это. Если мы не придем, не вырастим хлеб, не подуем ту же самую корову, то я считаю, что вот наша вся безопасность». Впервые на уборочной борше чествовали исключительно женщин. Но уже в конце сентября на областных дожинках «Спасибо» скажут всем участникам страды. Витебская область идет на рекордный урожай зерновых. Уже намолочено более миллиона ста тысяч тонн зерна. Это самый весомый каравай за последние пять лет. Все тайны клана Костровицких. В Музее истории и белорусской литературы открылась экспозиция к 140-летию со дня рождения великого французского поэта, который придумал сюрреализм. Гийом Аполлинер – родич нашего песняра-карусяка-ганца. Они ни разу не встречались, однако судьбы их схожи. Сегодня потомок знаменитостей тоже не смог добраться из Лондона в Минск, но к гостям выставки обратился. Александр Матяс, если сердце ищет другое. Что бьется в груди, поет и плачет. Сердце рода – арт-объект эпиграф к непридуманному рассказу о фамилии по имени Герба Костровец. С 17 века шляхтичи владели фольварками в центре Европы, соединяя до сих пор культуру Востока и Запада. Меня засмучает только тое, что я звертаюся до вас не по-беларуску, и что не могу быть с вами особиста. Я гонорусь отым, что похожу с Беларуси. Написанные мною книги расповедают про минулое, але я спадяюсь, что при жадании у них можно знайсти и надзённость. На этой выставе ещё будут капилляры, які будуть исти адетта, сердце, до усіх потомку роду Костровицких и до їх твору. Джереми Мачарская, який написал специальную книгу, якая называется «Полёт орлов», доводит и прихильник теории, что Аполлинер был правнуком Наполеона I. Поэт и сам не знал, кто его отец родился в Риме, записали по матери Костровицким реликвия, что связывает большую семью. Это блокнот XIX века с автографами мятежных романтиков. Родные братья, деды будущих гениев участвовали в восстании 1863 года. Классики одного рода в мировую литературу, они вошли под псевдонимами «Каганец» от маленького светильника, который освещал белорусскую деревенскую хату. Аполлинер тут всё проще. Это производная от четвёртого настоящего имени поэта Вильгельм Альберт Владимир Аполлинарий. Эпизод выставки в кафе за таким столиком. Настоящий антиквариат начала XX века. Гражданин Парижа, главный идеолог авангардизма Аполлинер, общался с не чужими ему выходцами из Беларуси. Шагалом Сутиным Кикоиным. Земляки искали друг друга. Белорусский державный архив Музея литературы и мастерства, у них вильгельные каштонные материалы. Довольно богатый архив, значный у Национальной библиотеки Беларуси. Там заховалось шмак листов. Каруся Каганца, своей женкой, когда она была девочиной, скажем так. Ещё к кинотатнике. И ещё вильгельные каштонные материалы, целая справа, заховываются в Национальном историчном архиве Беларуси. Поэты Каганец и Аполлинер оба Костровицкие скончались в 1918-м. Причём Аполлинер от испанки. Ту эпидемию считают предвестником коронавируса. Пандемия сейчас помешала первой встрече потомка шляхтичей с родиной. Сердцем он здесь. Александр Матяц, Александр Автухов, Виталий Мотин. Наши новости.